здравствуйте дорогие друзья здравствуйте дорогие товарищи как я рад что мы снова здесь и мы снова показываем и рассказываем друг другу показываем друг другу пластинки в том смысле что я показываю и рассказываю а вы друг другу рассказывайте в комментариях о том нравится вам что-то или не нравится я вас благодарю за то что вы пишете комментарии за то что ставите лайки вот я вспомнил что нужно сказать обязательно как же если человек выступает в ютюбе не говорит ставьте лайки это не человек вообще это не буду обозначать спасибо вам за то что и материально поддерживаете канал в том числе кроме комментариев лайков это очень приятно очень здорово ну а я продолжаю показывать пластинки которые у меня либо дома либо на даче либо переезжают из дома на дачу и обратно потому что я мобилен на самом деле я быстро силен молод яростен и и хорош со всех точек зрения да фрэнк заппа замечательная пластинка у него нет незамечательных кстати говоря пластинка у него все альбомы замечательные на взгляд weasel's rip my flash называется она 1970 год как и еще один альбом 70-го года changas revenge это можно сказать посмертная запись группа the mothers of invention потому что в конце 69-го года заппа распустил коллектив по финансовым причинам он устал платить музыкантам зарплату бесконечно вот и деньги ему были нужны для организации новых поездок новых туров и для записи бесконечного количества альбомов потому что к записи он относился очень серьезно нанимались оркестры нанималось огромное количество музыкантов самых разных всем надо было платить а заппа работал сам он не привлекал какие-то сторонние компании он занимался оплатой всего вот этого всей этой беды самостоятельно то есть работал сам на себя и для себя и в свое удовольствие поэтому тратил денег он много но с одной стороны а с другой стороны он не был связан какими-то обязательствами ему не нужно было слушать советы каких-то продюсеров навязывания их мнений сделать так же пластинка хорошо продавалась сыграть вот здесь другое ему это все было по барабану он делал то что ему нравилось только сам арендовал студии сам организовывался туры и дело то что хотел и результатом это один из лучших результатов это вот это как раз пластинка вызывался репет май флэш почему она посмертная она выпущена уже после того как группа перестала существовать и в этот альбом вошли записи сделаны с 1967 по 1969 год на разных концертах и половина примерно здесь студийных записей многие позиционируют этот альбом точнее как позиционирует пишут про него в комментариях в рецензиях что это концертный альбом которые собраны с разных концертных номеров в течение там двух лет записанных это неправильно потому что половина здесь если не больше здесь записано в студии в разных студиях причем в разных студиях в разное время с разным составом музыкантов сейчас состав музыкантов общий здесь вполне приличный фрэнк заппа понятно что я анан дервуд альт саксофон банк гардер гарднер тенор саксофон моторхэд шервуд баритон и баритон саксофон бас гарднер труба и горн рой эстрада бас и вокал джимми карл блэк ударные арт-трип ударные дон престон фортепиано органы электронные эффекты рэй коллинз вокал дон шуга кейн харрис электрическая скрипка и вокал лоуэлл джордж кстати говоря да присутствует в первом номере ну и продолжая вспоминать различные рецензии различные комментарии отзывы я вспоминаю что все они пишут все они называют этот этот альбом вершины авангардизма фрэнка заппа я не соглашусь потому что у фрэнка заппа очень много вершин авангардизма начиная с первого альбома со второго и и дальше дальше что касается авангардизма заппа все в порядке не только на этом альбоме но эта пластинка она короткая яркая разнообразная разноплановая здесь и авангард и фри джаз и полное безумие и industrial даже не побоюсь этого слова вот она короткая яркая броска с прекрасной обложкой поэтому она может может как-то выделиться из общего ряда авангардных записей фрэнка заппа но чего стоит только заглавное полотно увидел с репет май флэш последний номер на этом альбоме длится он две минуты пять секунд но на самом деле даже две минуты потому что последние пять секунд это восхищенный вой толпы зрителей но что из себя представляет этот номер это если это не industrial то скажите мне что такое industrial потому что это такой адский взрыв звука который длится вот эти самые две минуты такая стена шума музыкального музыкального шума чем как это сделано какие инструменты звучали я не могу себе представить но это такой звуковой удар такое звуковое давление но можно сравнить там отдаленно с metal machine music лурида то есть это не тонированная не тональная штука такой шум не белый шума черный шум и полное ощущение у меня было когда впервые это услышал что это студийная запись а потом выясняется что это на концерте сделано и люди которые я представляю которые в зале сидят две минуты слушают вот это вот вот это вот ничего себе как это на концерте воспринимается воспринимается хорошо потому что потом взрыв восторженных вопли аплодисментов и очень положительных эмоций от ну другое дело что это последний номер на одном из концертов потому что западом прощается грец все спасибо мальчики и девочки спокойной ночи мы закончили то есть перед этим концерт был будь здоров какой но это что касается только последней этой штучки а если кто-то хочет не утомлять себя не раздражать свои трепетные органы чувств не теребить сознание не не разрывать душу и не плеваться и не ругаться то я советую начать со второй стороны сразу слушать эту пластинку например с произведением my guitar wants to kill your mama это классическая рок музыка гитарная my guitar wants to kill your mama да моя гитара хочет убить твою маму жесткий гитарный барабанно-групповой басовый такой как говорится рокер и поется там все все правильно все привычно гармонично жестко громко и гитарно очень хорошо потом идет вещь под названием о ноу который мне очень нравится бокальная джазовая такая история очень сложная с мелодией чисто заповской вот в его стиле написано вот эта голосовая партия очень очень витиеватая очень по-хорошему вычурная сложная и за ним все время вот так вот приходится следить но она не раздражает она не диссонирует нигде не ни с чем то есть голос там с инструментами до никакого такого зверства особенного нет просто сложная джазовая но лирическая такая вещь которая переходит в прекрасную композицию the orange canty lambo track вот здесь и гитарная игра зап замечательная и оркестр весь играет иначе как оркестром этот бэнд мне не назвать там столько так расписаны партии такая партитура там черт ногу сломит что там на придумано и на сочинено очень сложно слушать очень интересно то есть нормальная музыка не никогда не скажу что это авангард это очень серьезная современная симфоническая музыка сыгранная на электрических инструментах группой до the orange canty lambo track ну потом вы зл срип май флэш я уже сказал про не а возвращаемся все-таки к началу альбома did you get any on your первый номер это уже чистый авангард как хотите и я уже много раз говорил что я не люблю название стиле вот эти все определения но по-другому мне было понятно не объяснить но слушать очень интересно духовые вовсю работают опять-таки вот эти вот мелодии головоломные очень все интересно и сложно directly from my heart to you вот эта вещь единственная который мне здесь не нравится пятиминутные почти с половиной даже гитарный блюз электроскрипка на первом плане ну с вокалом до поет там человек поет тот самый который играет на скрипке харрис до дон шуга кейн харрис и виртуозная игра на скрипке в блюзовой гармонии в блюзовых рамках пентатоника все все дела виртуозно быстро сумасшедшие совершенно спета но как-то очень как-то очень стандартно не знаю я люблю блюз но так ну это такой какой-то стандарт стандарт ведь стандартов и как-то достаточно бездуховно такое ощущение что запоиздевается вообще над этими всеми вещами блюзами хотя он очень любил блюз и очень любил он он собственно говоря и на гитаре начал играть наслушавшись блюзов 30-х 40-х годов гитарных просто он говорил что он говорил что я обожаю вот эти все короткие песни блюзовые но они сыграны все во первых они коротенькие во вторых там все очень просто а мне хотелось это все дело развить и развил будь здоров как до прелюдия ко второму дню сексуально озабоченного противогаза следующий номер третья песня так называется это уже просто полный кайф и здесь нужно отбросить все снять свои шоры и спокойно слушать вот этот авангардизм группы фрэнка заппе там и гитары и все все играют но мне больше нравится вокальная часть когда музыка музыка такая стоячая фри джазово авангардная заканчивается начинаются вокальные дела крики вопли хохот и все это прописано потому что в интервал начинается значит четко по ритму все выверено кажется что сначала просто люди орут просто так на дурака нет нифига все прописано потому что четко в ритм все синхронно начинают в интервальчик кричать потом переходит в хохот бежит безумно то есть музыка продолжается голосами вот этот самый безумный авангард продолжается в голосах следующий номер просто очень красивый лягушки из короткого леса thoughts of the short forest вот это такая около джазово тоже современно симфонически джазово авангардно фри джазово композиция написана вот так вот таким ломаным языком а таким ломаным языком только и можно говорить о такой музыке тоже она настолько странно что будь здоров get a little еще одно приятное произведение и самая монументальная вещь здесь самая наверное такая показательная это эрик долфи мемориал барбекю мемориал эрика долфи удивительного авангардного саксофониста мультиинструменталиста музыканта композитора с большой буквы и здесь уже по полной конечно все и маримба начинается все как-то так воздушно пространно музыкально полетно небесно и космически в то же время и погружаясь в нее думаю что очка очень как красиво как нежно как как интересно и здорово ну а потом конечно барабан в первую долю пошел духовые и общее безумие группа the mothers of invention но безумие это безумие на все слышно что все это написано все это в партитуре все это в нотах и все это 200 тысяч раз отрепетировано и записано в студии настолько серьезное интересное произведение что лучшего случаяшь не один раз потому что с первого раза может показаться утомительным для некоторых слушателей для некоторых для других не покажется те кто слушали эрика долфи там и орната коллмана все будет нормально все это может показать даже слишком простенько ну а для людей неискушенных во фриджазе это конечно будет так достаточно проблематично услышь вообще пластинка в целом я за исключением тех вещей с которых я начал которые более или менее такие могут показаться простыми ну и вот еще вот этот directly from my heart to you вот этот тяжелый блюз со скрипкой в остальном музыка для я не знаю то есть я много лет все это слушаю поэтому мне кажется это все нормально и легко для восприятия но если начинать вот так наверное будет достаточно утомительно но все равно это очень здорово потому что если с первого раза не покатит с третьего с пятого вы погрузитесь и пойдете пить вместе со мной вот такой альбом на самом деле узел свет мой flash